Добавил субтитры DimaTorzok 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 будет как раз, нижний блок, который соответствует этой самой реакции и в нем действующего лица является не электрон начальник конечный, а фотон с его характеристиками какие у него характеристики? в этой задаче главным характеристикам будет это инвариантная масса начального состояния фотон-протон и виртуальность фотона, поэтому нас будет действовать это число фотона ну например, не как функция электронных импульсов, а как функция характеристик соответственно фотонных то есть его частоты и его виртуальности не исключено, что эта штука может зависеть еще от характеристик начального электрона ну и мы получили точное выражение для этой величины мы ввели такие переменные энергию, которая есть у электронов в которой есть вот такой вот инвариант это энергию электроны в системе покоя-протона как раз под эксперимент и в слайде и энергию фотона так что все эти выражения, в принципе, лоринско-вариантные и выражение для вот этого самого числа фотонов выглядит таким образом альфа на 4 пи здесь был такой вот фок 2e минус оминю в квадрате деленное на оминю в квадрате плюс кур в квадрате плюс единица минус 4 массы электронов в квадрате ну и, в принципе, казалось бы, это слагаемая пропорциональная масса электронов на фоне этих гига-электрон-моль гиадея и омега можно было выбросить но не просто дело потому что это что? делится на кв квадрат а мы с вами выясняли, что кв квадрат может быть очень малой величиной величиной меньше, чем квадрат электронной массы так ну и здесь еще можете такой вот корень из омега в квадрате плюс куб в квадрате на верхнем квадрате плюс масса электронов в квадрате плюс куб в квадрате биомега ну и аналогичное выражение для этого блока у которого разница только будет в том, что здесь будет все то же самое здесь будет единица а тут ноль все остальное то же самое таким образом можно сказать, что практически во всей области чисто эквивалентных фотонов одного порядка а вот сечения сильно различаются причем сильно различаются в самой интересной области с точки зрения числа событий да это самая интересная область область малых кв квадратов с другой стороны с точки зрения физики самым интересным является как раз другая область область большой виртуальности область большой виртуальности соответствует тому, что мы проникаем глубоко внутрь протона и исследуем его структуру так это все мы успели сделать в прошлый раз и это касалось точной формулы для уголовного круга рассеяния аналогичным образом можно будет записать и точные формулы для рассеяния двухфотонов это мы сделаем после а сейчас я хотел еще раз продемонстрировать вам насколько этот способ удобен если мы перейдем к процессу который мы начали обсуждать то есть глубоко неупругого рассеяния на фотоны то я в прошлый раз аргументировал потому что главной диаграммой в принципе это моды диаграммы но главной диаграммой будет диаграмма такого высота электрон абсолютно дар струется дар как и выше рассеивается и спускает виртуальный фотон это будет уже фотон виртуальный а этот виртуальный фотон виртуальный сталкивается с реальным и то есть здесь образуются мю-монорфины этот блок полностью описывается квантовой электродинамикой соответствующий соответствующий соударению реального и виртуального фотона ну и если вы вписываете этот блок будет ли так виртуальный фотон сталкиваясь с реальным может вырождать вот такую пару и есть диаграмма в которой приставлены либо начальные частицы либо конечные все равно ну можно сохранить конечные частицы тогда начальные будут иначе вот этот блок который можно полностью рассчитать и такие расчеты в прошлом году ввели я хочу сейчас выписать ответ для соответствующих сечений да в данном случае это будет сечение рассеяния виртуального фотона на реальном с производством этой самой парты да с точки зрения со зрения двух фотонов это будет сечение КТ ну и конечно оно должно зависеть от этих самых переменных 2 квадрат и 2 квадрат вот как этот цвет выглядит значит самый главный кусок который здесь есть значит то есть еще раз расчеты расчеты расчета такого сорта вы должны были делать уже в прошлом году а самый главный кусок поток 4 и альфа в квадрате в квадрате в квадрате в квадрате в квадрате все остальное уже величины не слишком большие грубо говоря включаем для них в себя следующую штуку включаем для нее потолеблок пропорциональный логарифм вот такого сорта в квадрате дуковое квадрат на масло заугольное масло здесь единственное это масло и на единицу минус скорость с ловечками скорость меона где скорость меонов в системе циандра это вот такая величина ну а здесь входят величины порядка единиц а именно единица плюс внизу дуковое квадрат плюс у квадрата в квадрате вверху 4 массы меонов в квадрате на дуковое квадрате минус 8 массы в четвертой степени минус у квадрат на дуковое квадрат вот один такой блок и второй блок пропорциональной скорости вот вот здесь я тоже скажу что это пропорциональной скорости блок тоже принял для единицы потому что он имеет вот такой вот вид бровь в котором тот же самый знаменатель а в чистителе еще немножко более простое выражение 4м квадрат в квадрат минус 4 q квадрат на дуковое квадрат так что касается сигма t то выражение примерно логичное ну давайте я его вырежу поскольку нам тоже понадобится значит сигма s опять для того же самого процесса с точки зрения двумхотонной реакции это должно быть международной как сигма s t он тоже содержит такую же констанцию но этим дело не ограничивается дальше здесь есть довольно хитрое образование а именно 4у квадрат на дуковое квадрат на у квадрат в квадрат в квадрат это все квадрат видно что эта величина практически всегда меньше единицы или порядка единицы это умножается все это на скорость вот вот то самое в системе центромасс ввеличено двумхотонной на дуковой квадрат на дуковой квадрат это одно же самом алгоритме все на что хочется теперь обратить внимание у нас мы всегда говорили что вот это самое стечение сигма S пропорционально к квадрату когда к квадрату ну то есть на массовой поверхности фатона это сечение исчезает для дальнейшего специальный большой интерес представляет вопрос а как именно она исчезает то есть что за масштабный множитель обезразмеряет эту величину к квадрату и как соотносится эта малая сигма S с этим относительно большим сигма T давайте посмотрим куда стремятся эти величины вот начнем с сигма T если Q квадрат а с чем здесь нужно сравнивать Q квадрат вот этот характерный знаменатель всю работающий показывает нам что масштабом изменения является величина квадрата инвариантной массы поэтому Q квадрат мы будем сравнивать с Q квадрат вариант 1 если Q квадрат много больше Q квадрата тогда все очень просто посмотрите здесь остаются величины порядка единицы домноженной на логарифм здесь тоже остается величина порядка единицы домноженной на скорость если речь идет скорость в принципе может быть и большой и маленькой с этой точки зрения мы можем работать и вблизи порога рождения палы и вдолет его все равно но то что сейчас для нас важно что сигнал T окажется величиной порядка 4 Альфа квадрат на 2 квадрат ну может быть еще на логарифм это уже не принципиально а какие будут поправки к этой величине какого порядка видно что мы при этом отбрасываем величины типа Q квадрат на 2 квадрат и значит именно эти величины определяют точность того что в этом случае сигма T превращается можно даже сказать что сигма T превращается в сигма реального фотона фактически это означает сигма с удовольствием двух реальных фотонов с добавками порядка Q квадрат на 2 квадрат вот эти слага мы отбросили это важно будет заметно так а что в этом случае творится с сигма S да сигма S исчезает но как вот этот кусок оказывается такого порядка значит порядка сигна P или сигма гамма домножается на вот эту величину и дробь и скобочку порядка единицы или меньше такого так что можно написать что это величина меньше порядка чего а здесь самая главная величина будет Q квадрат на 0 в квадрате это очень приятно посмотрите в области малых виртуальностей сечение поперечных фотонов совпадает сечением реальных фотонов с точностью до таких виртуальностей но с этой же самой точностью можно выбросить на айфоне сигма S это будет только последовательное действие и так в этой области от всего этого богатства так можно будет оставить только первое слогаемое причем в этом первом слогаемом мы можем заменить сигма P на реальную а кроме того еще дополнительнее следовать выражение для числа килограммов фотонов и его может быть еще дополнительно причесать это будет хорошо с какой точностью с точностью до отбрасываемых слогаемых поэтому смотрите упрощение сигма T и выбрасывание сигма S происходит совершенно одинаковой грубо говоря точностью рассмотрим теперь другое договор когда 2 квадрат 2 побольше 2 квадрат это совершенно запросто можно достигнуть в реальном эксперименте и тогда получается следующее какого порядка будет сигма T ну смотрим самое первое задаемое окажется кричевое порядка 5 и здесь 1 квадрат на 2 квадрат а все остальное порядка единиц потому что заменатель здесь будет куб 4 и здесь будет куб 4 он выбрасывается остается единица должны на логари нули на V то есть в области больших виртуальностей сечение падает и падает как единица на Q квадрат так а что творится с сигма S сигма S становится следующее здесь будет то же самое то есть с этой точки зрения на порядке на порядке седьмом D но есть вот этот предмножитель который ведет себя как дубль V квадрат деленное на Q квадрат многое многое множитель оставшиеся величины тоже величины в порядке единицы так что с этой точки зрения можно сказать что в этой области да сигма S меньше в порядке сигма D в какой-то порядке то есть обе функции падающие при этом оказалось что сигма S падает даже быстрее но я написал это в виде утверждения о том что сигма S меньше чем сигма D вот с этой точки зрения имея под рукой живую зависимость мы можем про эту зависимость дальше можно дальше эксплуатировать и мы это будем делать а теперь вернемся к этой картинке а здесь ситуация такая что пока речь ведет об относительно небольших виртуальностях не слишком больших все время речь идет про сильное взаимодействие причем на расстояниях как говорят больших в том смысле что сравнимых с размерами протона а немного меньше чем размерами протона в этой науке эти расстояния величины порядка 10 минус 12 называются большими в этих условиях теория возмущений квантовой хромодинамики не работает сильная константа порядка единицы последовательная теория мы догадываемся что есть а именно квантовая хромодинамика но только воспользоваться ею мы по существу не можем потому что не можем из нее построить теорию возмущений а стоит строить разные модели и сравнивать их с экспериментом поэтому отвлекаясь от модели можно сразу сказать а что дает эксперимент а эксперимент в этом месте говорит следующее в отличие от предыдущих примеров здесь основным параметром такого сорта является на стороне зоны взаимодействие этого фотона с протоном описывается это мы будем подробнее говорить очень неплохо в рамках модели векторной доминантности а значит главную существенную роль будет играть масштаб типа массы рамезона вы знаете близка к массе протона так что там будет две области там где у квадрата много меньше массы рамезона в квадрате и там ситуация примерно такая же а именно сигна Т в этом случае переходит в фото рождение обронов с добавками порядка q квадрат на массу рамезона в квадрате а сигма s порядка q квадрат на массу рамезона в квадрате от сигма гамма то есть поведение то же самое что в предыдущем случае но масштабным множеством приступает не дубль В в квадрате а массу рамезона ну вот а в области больших q квадратов оба и сигма t и сигма s падают по закону 1 на 2 квадрат в некоторой степени больше 1 эксперимент дает соответствующее значение для этой степени но для нас не важно важно то что эти сечения там падают таким образом у нас за душой есть представление о поведении как минимум двух важных процессов после этого встает вопрос а как можно пытаться описывать произвольный процесс да если все таки для произвольного процесса мы можем написать вот такого сорта реакции вот такого сорта возложения где здесь будет фотопоглощение какой то там частицы что касается этих выражений то они останутся такими же они связаны с верхним блоком а вот нижний блок симонтей сигма s в общем случае может быть похож на протонный блок может быть похож а это совсем другая картинка на мионный блок а может быть вообще какой то другой вопрос когда можно будет построить приближение эквивалентных фотонов для этих самых разнообразных процессов вот сейчас мы к этому перейдем значит эти все картинки у вас есть здесь здесь у нас будет мы будем говорить уже о приближении эквивалентных фотонов вполне конкретно попробовать рассчитать с условами эквивалентных патронов ну при условии безусловно что этот метод применим я вам в прошлый раз напоминал или рассказывал историю связанную с Ферми с Лайзекером и Вильямсом и с физическими основами того почему можно переходить от электровождения к фоторождению гражданам которые знакомы с диаграммом Фейдера агитировать за это не нужно да потому что с точки зрения знающих диаграммах Фейдера речь сводится о том что при взгляде на эту диаграмму очевидно что она может быть разбита на два таких слагальных так сказать на верхний блок и нижний блок детали приводят конкретно такой формулы но тот факт что это можно разбить на две блоки виден уже из диаграммы а вот тот факт что малые значения виртуальности могут быть существенными и главными из диаграммы вообще говоря не виден он уже будет виден из конкретных выражений которые мы сейчас и получим но я вам говорю что физические основы связаны с чем что быстро движущийся электрон вот этот самый имеет сопровождающие поле которое очень похоже на поле плоской волны а поэтому вместо этого поля можно его смоделировать набором плоских волн правда придется смоделировать набором плоских волн с разными частотами с некоторым распределением чтобы немножко у вас возникло живое впечатление о том как это выглядит я воспользовался некой картинке которая мне очень нравится мне этим летом наш бывший сотрудник Саша Михайлович подарил хорошую программку которую я и хочу вам показать речь идет о программе которая моделирует электрическое поле движущегося заряда в чем этот заряд будет двигаться сначала по прямой а потом с помощью магнита его траекторию загибают вот когда он двигается по прямой возникают те самые поля о которых мы говорим с вами ну вот я взял сейчас траекторию соответствующую отклоняющему магниту с такими параметрами скорость равняется одной второй С ну вообще это приличная скорость 150 тысяч километров в секунду напомню что спутник прилегает со скоростью десять километров в секунду так ну и здесь некоторый радиус закругления и угол 45 градусов все хорошо так теперь смотрите обратите внимание как выглядит поле движущегося заряда оно почти похоже на поле покоящегося это почти закон кулона единственное чего если внимательно присмотреться да вот здесь сетка линии немножко гуще чем здесь вы помните что густота силовых линий прямо порционально напряженности да сдвигается а для нас это сейчас самое главное но все-таки посмотрите что произойдет когда он начнет загибаться это тоже любопытно хотя не относится к нашей теме непосредственно туда куда-то уходят но поле обратите внимание еще почти не оторвалось от заряда теперь давайте попробуем взять возьмемте скорость большую ну например возьмемте скорость соответствующую 0.9 от скорости света картинка уже станет другой сейчас это это пока предыдущая накладывается а вот сейчас будет новая картинка так посмотрите проявля к c равным 0.9 произошла концентрация в направлении к репендикулярному движению да но это еще не очень сильное гранитинское движение забавно что получится вот здесь вы видите это поле отрывается от заряда и уходит в направлении предыдущего движения а возле заряда постепенно отрастает то самое поле которое было здесь вот если поднять эту картинку сюда то тут можно немножко подробнее это это шуба из фотонов это вот окружение фотонное если угодно да увидеть что здесь творится так ну хорошо посмотрим с силовые линии все время должны быть непрерывными и посмотрите как они интересно изменяются так хорошо теперь давайте попробуем а какие реальные скорости имеют место у нас например здесь не сильно отличим на скорости света не сильно отличим возьмем вы четвертый это 5 г энергию на массу электрона это полмэл да сколько мы получаем г это тысяча и здесь десятка десять четвертый так а вот скорость это корень квадратный из единицы на единица минус гамма в квадрате то есть это величина единица минус два гамма в квадрате что будет единица ой-ой-ой минус одна вторая на десять плюс восьмой это отличие от единицы на уровне пяти миллиардных долей ну тут тут такой шкалы нет поэтому как говорится здесь можно только 0,99 а нам бы можно было как минимум семь девяток веб-2000 можно что можно веб-2000 посмотреть там по-моему минимальная энергия 400 мм нет веб-2000 имеют еще меньшую гамму меньшую гамму да а я про него и говорю про скорость скорость там будет меньше хуже меньше меньше ну да может быть на программе вот если взять лэп где энергия была в десять раз больше ну ладно а нет будет меньше но все равно много потому что веб-2000 это здесь значит сколько будет единица ну здесь будет два на десять третий здесь будет десять минус шестой все равно миллионные кроме этого так ну посмотрим вот эту картинку здесь можно поставить только 0999 это не бог весь какие что будет это пока еще более чистый сейчас следующий будет смотрите какая высокая концентрация поля в области перпендикулярно это почти плоская волна которая идет вот таким вот образом а вот сейчас она будет отрываться но отрывается она а здесь отрастает свое собственное такое же поле через некоторое время но там будет да ну вот сюда оторвалось поле и ушло в виде излучения одним словом я хочу сказать что когда у вас пролетает электрон а вот где-то здесь движется протон то протон чувствует вот это поле почти совпадающие с полем плоских волн и еще одно очень важное обстоятельство эти поля простираются очень далеко это означает что такое взаимодействие может чувствоваться реально на расстояниях заметно больше размеров пучков что размер детектора например нет это будет означать что вы должны учитывать тот факт что вот вы заменяете это поле набором эквивалентных фотонов обычно когда пучок встречный очень большой такой то каждый из этих эквивалентных фотонов их плотность постепенно падает и где-то станет пренебрежем малой но каждый из этих эквивалентных фотонов может встретиться с каким-нибудь позитроном конкретно у нас здесь да а если пучок имеет малый размер то часть эквивалентных фотонов из области высокой плотности проскочит мимо и вклад в наблюдаемые события не даст да это все казалось бы теоретические построения но я хочу сказать что они прямо связаны с одним из очень любопытных открытий которые были сделаны здесь в Яфе я знаю эту историю можно сказать из первых рук так что мы со временем с этим познакомимся ну хорошо у нас уже время перерыва может быть если интересно здесь есть возможность посмотреть как все это выглядит если например проектория будет в форме окружности это относительно малая энергия вот летит поле а это фронт который возникает летит частица если мы возьмем поближе к нашей реальности то есть возьмем здесь а здесь как раз и есть а извиняюсь если мы возьмем эту траекторию в форме окружности вот здесь возьмем ближе к нашей реальности эту самую 99 и запустим ну во первых он бежит быстрее ну а если еще большей скоростью тогда все излучение будет концентрироваться в узкий угол по касательной окружности а здесь есть возможность посмотреть конечно как все это будет выглядеть если а сначала мы остановить должны а вот тоже очень интересная картинка здесь должен бегать туда-сюда диполь так но мы должны будем взять побольше но больше да что такое Дипольное излучение Разбегающиеся сферические волны Но у них есть направление большей концентрации Направление меньше концентрации Ну хорошо Итак, поговорим про число эквивалентных фотонов Как говорится, а что про него говорить? Вот здесь точное выражение Бери и пользуйся Но мы же хотим найти упрощенные формулы Их легко найти Метод эквивалентных фотонов хорошо работает Вот в случаях, когда имеется ситуация типа той, которую мы наблюдали в процессе ЕГАМа в ЕГУМЮ И в луговом кругом растения электронного протона То есть, если имеется такая величина лямда квадрата Что? При Q квадрата много меньше лямда квадрата Мы имеем картинку СИГМА ТЭТ равняется СИГМА ГАМНА Так? А СИГМА ГАМНА уже будет зависеть только от чего? От АВВ квадрата Так С добавками порядка Q квадрат на лямбе квадрат И СИГМА ГАМНА И СИГМА С меньше порядка Q квадрата лямбе квадрат на СИГМА ГАМНА Первое И второе А при Q квадрат больше лямбе квадрата И СИГМА ТЭТ и СИГМА С падают Как в некоторой степени Q квадрат на лямбе квадрат на СИГМА ГАММА Как лямбе квадрат на СИГМА ГАМНА На СИГМА ГАМНА Вот Если имеет место такое То переход Приближение к ювенте фотонов Происходит очень просто Это мы сейчас обсудим А если такого нету То нужно специальное исследование Которое спокойно можем показать Что методы к ювенте фотонов такие не могут Такое тоже бывает Я уже не буду останавливаться на примерах Но это касается в том числе интересных процессов Такое бывает Видно, что для тех процессов, которые мы с вами разбирали Все достаточно подходит под эти правила Для процесса ЕГАММА с рождением юмю Лямбе квадрат в квадрате Оказывается порядка инвариантной массы Для этого процесса Лямбе квадрат в квадрате Порядка массы равна зона После этого можно дальше действовать Ну а как действовать? Очень просто Если мы работаем Что нам нужно в принципе? Мы хотели бы получить формулу В которой было бы сечение независимое от квадрата И число фотонов тоже независимое от квадрата В принципе, мы должны интегрировать число фотонов, зависимое от квадрата Зависимое от квадрата, чтобы получить ответ Мы хотим это упростить Для этого давайте рассмотрим Предположим, мы работаем в области Вверху квадрат меньше квадрата квадрата Ну, например Мы рассматриваем ситуацию Когда Потери инергии То есть, величина омега фиксированы Это значит, конечная инергия электронно фиксирована А углы гуляют Но углы гуляют так Чтобы Вот это условие выполнялось Тогда все очень просто Наш исходное сечение Ну, например, вот это самое Да? Будет равняться чему? Эту часть мы выпустим вообще Здесь оставим Сигма На массовую проверку Оно зависит только от двух миллионов в квадрате А двух миллионов в квадрате Равное равная Q плюс P в квадрате будет равняться 2QP плюс Q в квадрате плюс P в квадрате Вы помните определение, кто такое омега Кстати, это будет нежной нуля подвела омега на массу протона минус Q квадрат плюс масса протона в квадрате Поэтому фактически, когда мы принадлежем зависимость от Q квадрата, сечение станет зависимым только от омега И здесь у нас будет dm, t0 и только от омега Что с этим станом? dm, t от омега Здесь тоже можно будет сделать вращение Ну что, во всяком случае, первое, что мы сделаем, речь идет четки, как правило, о высокой энергии Выбросим массу электрона Так, давайте сделаем, рассмотрим вот эту величину И если у нас Q квадрат молол, а омега достаточно большое, то в этих условиях можно и одно омегу выбросить Что тогда останется? Останется? Величина такого сорта Давайте мы ее напишем отдельно, потом будем анализировать d на d от омега и от Q квадрат все-таки Поскольку эта зависимость все-таки останется Это будет альфа на 4b Так, дальше Дальше здесь будет 4e квадрат на омега квадрат Подавайте ряд Общие множики единицы на омега квадрат вынесу Чтобы не забыть, я вам сразу напишу Так Тогда здесь останется 4e квадрат минус 4 2 омега квадрат омега квадрат и с этой единичкой вместе 2 омега квадрат Омега в квадрат Минус 4 4 у нас цель в квадрате Омега я вынес, значит, сюда придется добавить на Q в квадрате Так Это еще не все Здесь еще стоит может омега квадрат на e в квадрат Омега квадрат Омега квадрат Первая степень омега на e на e в квадрате все-таки ну вот, благополучно мы все, что нужно, получили осталось все это еще разделить на d квадрат и тогда окончательно получим так, да давайте мы четвертку вот так вот покрасим и сократим на d квадрат тогда получится здесь простое выражение альфа на пи альфа почему? электромагнитная там альфа дальше дальше будет d омега на омега это вот этого чмения дальше будет d квадрат на 2 квадрата это мы получили и это будет главная зависимость, которую легко запомнить и по омеге, и по кун если мы все остальное выбросим, оставим только это, получится логарифмическая зависимость, правильно? а что останется здесь? на этом месте после деления на d квадрат остается единица минус омега на e плюс омега в квадрате на 2 e в квадрате и минус масса электрона в квадрате на e в квадрате деленное на e в квадрате и на q в квадрате возникает резонный вопрос нужно ли вообще удерживать эту величину? да, мы говорили нужно потому что q квадрат может быть очень маленький следующий резонный вопрос но если q квадрата очень маленькая то наоборот эта величина станет очень большой и вообще после этого что? после этого она будет вся эта квадратная скобка может стать отрицательной нет, такого не будет почему? потому что мы помним что q квадрат самое нематильное это есть масса электродов в квадрате на омега в квадрате на e на e минус омега но эта величина меньше этого множителя который стоит в числителе а, нет, эта величина да, вот эта величина с этим множителем сравнима а дополнительный e минус омега, который там есть означает на самом деле что когда я разделю это все то получится величина меньше единицы, да? а здесь есть единица с вот такими положительными добавками так что всегда эта штука окажется положительной проблем по технику все очень хорошо итак мы получили ответ который выглядит так вот эту самую ds домножим на вот эту самую квадрат и этот ответ будет в этой области очень точный что значит точный? ну мы вспомним что мы отбрасывали мы отбрасывали слагаемые в порядке от q квадрат на квадрат значит это и есть оценка нашей точности отброшенные слагаемые малые так но это еще не все если мы все таки работаем в этой области то можно еще и по q квадрат проинтегрировать реально это означает что если у нас домика фиксирована то это означает что мы интегрируем по углам малым углам но в некотором интервале и вот если там будет q квадрат меняться вот здесь вот q квадрат меняться между некоторой q квадрат первое и q квадрат второе то я спокойно могу проинтегрировать это выражение и я получу уже ответ для числа эквивалентных фотонов зависящих только на мете но конечно это число будет связано с экспериментальными условиями в которых мы работаем ответ будет очень простым альфа на пи так нам нужно будет вот эту штуку проинтегрировать от 1 в квадрате до q2 в квадрате нет ничего проще во-первых останется геомика на омега во-вторых останется вот этот блок независимый от q газным логарифм 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 q квадрат верхнего на q квадрат нижнего а этот блок а этот блок даст нам m в квадрате в квадрате в квадрате он идет в квадрате на m в квадрате а здесь у нас будет q квадрат 9 на q 4 это нам даст 1 на q квадрат первое минус 1 на q квадрат второе все получили можем сюда подставить и спросим себя а какой теперь стал ответ так какой теперь стал ответ когда мы интегрировали вот это главное слагаемое у нас была величина для 2 квадрат на 2 квадрат по этой мере у него по этой области я получаю логарифм а что мы отбросили отбрасывали мы из сигма и из дн одни и те же величины какого порядка вот такого порядка что они дадут они дадут нам интеграл проинтеграл от q квадрат на q квадрат на вот это дополнительное множитель у квадрат на ламбе квадрат проинтегрированный от q1 в квадрате до q2 в квадрате этот интеграл будет Q2 в квадрате, Q1 в квадрате, 0 в квадрате ну и если Q1 заметно меньше, чем Q2, то это... Итак, что же у нас получилось? У нас получилось, на этот раз, точность, определяется величиной, какое? А просто, то есть, лагаемая, Q2 в квадрате, 0 в квадрате, что все еще считается малым Потому что даже Q максимальная, экспериментация, отбираемая, все еще считается малым А учитываемый? А учитываемый будет... Значит, это то, что мы отбросили, а это то, что мы получили отброшенное по сравнению с полученным, да с дополнительной логарифм Как и причина, тоже считается, много меньше единиц Во-первых, это малое, во-вторых, логарифм может быть не малым Замечательно Пока мы действуем в этой области Все, как говорится, вообще замечательно А вот если мы будем действовать не в этой области Если у нас будет... Нет ограничения на Q2 Что это значит? Это означает, что мы должны интегрировать по пол квадрат от минимального значения равному вот этой величине И оно действительно очень маленькое, да? До максимального значения До максимального значения Которое, как вы помните, есть 4 е на линии минус номера Это может быть жуткий интервал Поскольку здесь могут быть десятки квадратных гэвов А здесь величина Заметно меньше, чем квадратные мэвы То есть интервал можно нажать 6 в порядке, а то и больше Хорошо Хорошо Как в этом случае действовать? Давайте будем действовать последовательно Вот наше сечение Представим его в виде двух слагаемых Одно слагаемое Это сечение Собрано из интервала Q2 Меньше порядка лямб в квадрат Ну, и Напишем, меньше лямб в квадрат Другое Такое же сечение Проинтегрированный интервал Q2 больше лямб в квадрат Что касается первого Что касается первого По моему все просто будет А именно Мы должны будем Взять вот этот ответ Так В качестве Q2 Первого Взять минимальное В качестве Q2 Взять Взять Для лямб в квадрат Обычно это второе Слагаемое вообще Наплеваемо Выбрасываем Но если это так То подставим То подставим Что сюда Q2 Минимальное Вот мы ее подставим Масса электронов в квадрате Омега в квадрате Омега в квадрате Минимальное Омега Мы это слагаемо существенно упрости Сократится Одна степень Е Сократится масса Омега в квадрате И останется Е минус Омега Деленная на Е То есть от всего этого У меня получится Останется только Единица Минус Омега на Е Так Очень хорошо И вот С такой С такой подстановкой Значит Мы ответ получили для этой области Как мы его получили Взяли Честное сечение Причем Фотопроцессор Домножили на такую простую функцию После этого После этого Если мы сечение Фотопроцессор знаем Мы дальше Интегрируем В амега С какой Пока мы закрываем глава Что есть еще Громадная область Вот эта Вот эту часть И с какой степенью точности мы рассчитали У нас была оценка Вот она Вот она Эта оценка Делана Стокона В этой оценке Мы потянули Ку квадрат Максимальная У нас лямка Ку квадрат И стало быть На этот раз Мы получим В качестве Оценки Просто Для чему Единица На логотикном Ту лямка Ту максимальная Ту у нас лямка Ку квадрат Вот Вот Это Самое И Дальше Ответ Такой Эту часть Мы Сочетали С логарифмической Точностью Если Логарифм Большой Мы На Каме Эта часть Сочетана С хорошей Точностью Если Логарифм Маленький То и точность Будет плохая Такова жизнь В реальной Ситуации В том числе На Ускорителях Ту логарифм Этот логариф Может быть Двадцатка Поэтому Точность Будет на уровне Пяти процентов Учитывая То Как Скромно Все это далось Да Это Нужно считать Очень неплохой точностью Мы Потом Проверим На конкретном Примере Насколько Эта Теоретическая Точность Не Не Рубица Мы Увидим Что Остался Совершенно Гнусный Вопрос А что Творится В области В области Эта область Эта область Тривиальное Это Тривиальное утверждение Правда? Это 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 Дает Мы Выяснили Эта 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 В Эта лябда квадрат на пул квадрат максимальный который вот такой вот громадный но но здесь есть лишний множитель вот такого сорта даже если я возьму анорамные виницы то это будет лишний множитель лябда квадрат на пул квадрат что это нам даст? подряд будет лябда квадрат единица на пул квадрат со знаком минус и подстановка этих самых пределов подстановка этих пределов даст нам лябда квадрат на минимальное значение в случае у нас было минус на лябда квадрат минус лябда квадрат на пул квадрат максимальное конечно это мы выбросили но первая славяева это с единицей и так вся эта большущая область причем в которой мы по существу часто не знаем детального поведения сечения вся эта большая область дает вклад в порядка единицы по сравнению с тем что дает главный вклад в предыдущую область значит выбросил весь этот вклад я получу все ту же самую точность единица на логарифе и конечно теперь то именно возникает ну как ценность этого этого метода я хотел бы чтобы вы немножечко прониклись вот этой идеей логарифмического доминирования да вот проблема в следующем когда я здесь интегрироваю и получаю личную порядка единиц это может быть там двойка-тройка если на гривне большой то это означает действительно хорошая точность теперь на самом деле во всех этих разговорах все-таки да я это условно разделял на эту область и эту что такое масштаб о котором я говорил это может быть масс-торонная зона с таким же успехом может быть масс-торонная зона в квадрате а может быть корень из двух масс-торонной зоны в квадрате значит встанет вопрос а что такое уточнение что такое масштаб и так далее но в том-то и сила что если вот м в величину м в квадрате я изменю на число один-два то логарифм изменится очень мало вот что очень важно если я м в квадрате изменил два раза то это изменит масштаб двое а логарифм она изменит на сколько? на старый логарифм плюс логарифм двойки логарифм двойки это сколько там? 0,7 старый логарифм 2 квадрата поэтому в этом подходе замечательность заключается в том что нам не нужно очень точных соотношений достаточно оценок масштабов а полученный ответ все равно обладает приличной точностью ну вот собственно на этом я и закончил разговор про число экзиалентных фотонов а теперь попробуем все это попробуем посмотреть на все это какими-то какими-то экспериментальными глазами давайте попробуем применить этот разговор по вполне конкретному эксперименту например одним из простых экспериментов может быть процесс просеяния тормозного тормозного вот рассмотрим процесс ДМП 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 если П это протон то такой процесс реально оказался очень важным для ускорителя ДМП в котором электроны синергии 28 Г стал с протонами 800 Г почему он оказался важным я скажу немножко позже а с другой стороны если под П понимать позитрон то это тот процесс который здесь во-первых очень исследовался во-вторых здесь оказался очень полезным и вот почему процесс такого сорта давайте попробуем прикинув насколько он может быть большим или малым если речь идет про именно рассеяние на протоне то его лучше рассматривать вот видим есть картина в которой протон рассеивается и спускает фотон который сталкивается с электроном и происходит контоновское рассеяние виртуального фотона на электроне но есть и другая диаграмма кстати сказать диаграмма диаграмма вот эти машинки можно будет поменять местами но есть другая диаграмма где электрон рассеивается и спускает виртуальный фотон и происходит контоновское рассеяние на протоне но вы наверное уже знаете что вот этот контоновский блок это величина порядка альфа в квадрате на массу электронов в квадрате а вот этот контоновский блок величина порядка альфа в квадрате на массу протонов в квадрате конечно этот контоновский блок домножается на число эквивалентных фотонов порожденных протонов а здесь этот контоновский блок домножается на число эквивалентных фотонов порожденных электронов конечно это число больше, чем это, но на самом деле вся эта большность численно-берихмическая, значит не очень существенная по существу а вот эта разница масса электрона и масса протона очень существенная, поскольку масса электрона на массу протона в квадрате причина порядка 10-7 поэтому вклад этого блока можно выбросить и остается рассматривать только вот такую штуку после этого, когда мы кантоновский блок домножим на число киеверных фотонов, которые есть там альфа, биоммига на омига то мы получаем для чего порядка альфа кубин на массу электрона в квадрате там еще на гарифм какой-то подскочек получается очень большое сечение а значит очень большое число событий раз во-вторых процесс этот очень хорошо рассчитывается в рамках планки электродинамики одно это означает, что мы можем его использовать, этот процесс для расчета числа событий а число событий в секунду определяется на какое-либо ничего берется сечение некоторого процесса и добавляется на светимость это вы определяете на эксперименте так светимость откуда ее взять ну в принципе можно рассчитывать есть соответствующие программы но они как правило всегда требуют проверки и подгонки с помощью каких-то калибровочных процессов так вот данный процесс очень удобен почему? у него большое сечение и оно хорошо рассчитываемое поэтому светимость можно определять как просто отношение числа событий на соответствующих сечениях это вы определяете экспериментально это хорошо рассчитываете и получаете светимость на практике это означает, что если у вас есть какой-то процесс нон R1 вы вычеркаете число событий этого процесса и сравниваете его с числом событий нашего процесса число событий процесса это E.P.E.P.D.A. который соответствует E.P.E.P.D.A. сечению E.P.E.P.D.A. хорошо рассчитываемое на неизвестную светимость отсюда поэтому сравнивая числа этих событий вы исключаете сложно рассчитываемую величину светимости и вам остается только зная число событий сравнить отношения сечения таким образом этот процесс удобен для определения светимости в чем заключается удобство процесс который нужен для анализированной светимости должен давать большое число счетов чтобы статистика была хорошая наш процесс о котором мы говорим имеет большое сечение хорошо чтобы у него было мало фоновых помех и это тоже все относительно неплохо так что этот процесс действительно употреблялся на целом ряде ускорителей а для ускорителя гера он был вообще основным для измерения светимости так а как мы должны его рассчитывать этот процесс мы должны взять вот эти формулы мы должны адаптировать их под новые восстановления в чем будет заключаться новоста вместо электрона здесь будет протон а здесь будет стоять протоновское сечение причем на массовой поверхности которое вы рассчитывали в прошлом году в некоторых это были даже соответствующие проекты да так что мы в следующий раз попробуем все это рассчитать по нашему способу от начала потом сравним с точным микроэкономическим расчетом убедимся что точность великолепная да а вот потом а вот потом насколько и самое интересное это все речь идет про стандартные расчеты про стандартные соображения соображения а в жизни в том числе в доме и в четвертом вдруг случилась ситуация нестандартная ситуация о которой я вам говорил когда эквивалентные фотоны вокруг электрона имеют такой большой радиус существенные да которые оказываются больше размеров встречного салличиках это вообще несколько удивительная вещь ну в принципе это было бы некоторое там запятая в рамках квантовой электродинамики на самом деле существует квантовая механика но я хочу вам показать что из этого полутривиаленного расчета будут следовать очень существенные следствия в том числе для таких больших ускорителей как лэп-1 или лэп-2 где нет для встречи электронов газетром но на уровне 100 или 200 гега электронов будет до свидания салли все понятно